История помнит много героев, и долгие жизни оставили вслед. Как люди действительно оставляют после себя то, о чем говорят, помнят, то, что является ценностью. Сегодня мы о ценности, и о том, что же такое свет в истории, и как его оставить каждому из нас. Итак, у нас в программе Андрей Аркадьевич Ковалев. Добрый вечер. Добрый. Я очень рада, что вы сегодня с нами, что вы решили этот вечер провести с нашим интервью вместе. И хотелось бы начать с того, что было в вашем детстве, с того, какая в детстве была мечта. Но ведь то, к чему вы пришли, ведь оно то, о чем мечталось, хотелось, желалось. И вот, в любом случае, то, к чему вы пришли, это результат наших мыслей, действий, мечтаний, желаний. Вот о чем вы мечтали в детстве? Ну, о чем мог мечтать советский мальчик? В космос полететь. Ну, типа того, там, не знаю. Ну, я серьезно занимался музыкой, школой имени Тунаевского. Ну, наверное, я мечтал там играть в оркестре Большого театра, например. Мама 35 лет спела в Большом театре. Наверное, хотел пойти по ее следам. Военным, как мой папа, я точно быть не хотел, так что-то я вспоминаю. Но о том, что нас ждет в будущем, вместо социализма и стремления к коммунизму, мне, конечно, даже представить себе не было. Я помню, что когда уже я начал заниматься художественной мебелью, делал уже мебель на заказ, я помню, что точно совершенно я мечтал, что я буду делать мебель, буду зарабатывать деньги, а заниматься буду такой абстрактной скульптурой. Я еще лепил, вот именно такой абстрактный. Хотелось форму создать. Я понимаю, что для нее, значит, за нее мне никто денег платить не будет, это будет работа такая неоплачиваемая, но мне хотелось этим заниматься. А деньги буду зарабатывать мебелью. Ну, вот такие были у меня планы. А почему мебелью? Было легче всего мебелью? Нет, почему же, значит, легче всего. Я увлекся, уже заканчивал автодорожный институт, увлекся резьбой, инкустацией, маркетрией. Я просто там в пионерских лагерях, когда там бывал, то там были всегда кружки какие-то, резьбы по дереву, какие-то масочки я вырезал, что-то еще. Я всегда лепил, рисовал, мне это нравилось. Это было таким... Наверное, отец такой сдал толчок, он работал тогда директором профтехучилища, и был такой центр творчества, профтехобразования. И там было несколько кружков, где занимались в основном пенсионеры, как ни странно. Вот резьба, вот они из капов, из корней, там делали какие-то вазы. Был кружок керамики, был кружок скульптуры, я там занимался с огромным удовольствием. А что в этом привлекало? Ну, например, там, нравилось создавать красивую, или нравилось из куска чего-то непонятного сделать форму какую-то? Я даже не знаю, что я люблю. Время немного прошло. Просто я помню, мне нравилось это. И вот, смотри, что такой марки-три. Вот ты сидишь днями, неделями, месяцами, ну, ты вылезаешь из фонировочки, и таких очень лучших людей, да, и штука. Все, а потом, когда все это собралось, наклеиваешь, шлифуешь, покрываешь лаком, и тут красота. Создание красоты все-таки это есть. А скульптуры на те деньги, которые давала мебель, какие скульптуры удалось делать? Так я же, до этого-то я же не дошел, я же мечтал об этом. Да. Я же мечтал. И какой был следующий шаг? Вот пришли деньги. Вот пришли деньги, мебель получилась. Ну, вот я начал еще в Советском Союзе, начиная с 79-го года, зарабатывать. Я помню, что там, мне было года 22, я купил первую машину, абсолютно ржавую «Жигули» 11-й модели, значит, нанял сварщика, мы с ним месяца два или три ее все варили, сварили, потом ее распакливал, покрасил. Первое, что все, это поддорожный, он одногруппник, работал на станции техобслуживания «Жигули», туда так, что без блата попасть было невозможно. Мне там все детали поменяли, и она у меня поехала, все, хорошая машинка была. Чувствуется, ну, вот я чувствую, что создание, в основе лежит создание формы, создание, ну, из того, что либо движется, либо используется, либо приносит пользу или красоту. Я вот прослеживаю создание. Так ли это? Хочется? Да нет, ну, это что-то отстранено. Отстранено? Отвечивать конкретно. Ну, руками работал, делал, получал удовольствие, мне это нравилось. Все, потом еще все-таки приличные деньги я там за это получал. Все, ну, каких-то абстрактных мыслей точно не было. А что двинуло поэты в вокальную сторону? Тут я влюбился. Это 2000-й год. Получок. Я влюбился, и девушка была такая неприступная, а мы катались на мотоциклах с моими друзьями, байкерами. Говорят, слушай, давай в караоке заедем. Там начали открываться первые караоке. Приехали, а ребята очень круто спели, и прямо к ним девчонки потянулись. Я думаю, минуточку. Работаешь? Я, так, что музыкальное образование, мама у меня какая. Я покупаю караоке домой, начинаю там петь, через там уже месяц, у меня такая эйфория, я, кажется, что офигенно пою, приглашаю маму, а он говорит, Андрей, это ужас. Ну, я понимаю, что я там ни в ноты не попадаю, ни в ритм не попадаю. Сейчас я понимаю, да? Ну, мама дала несколько советов, я начал продолжать заниматься, а потом ко мне приехал гость Илья Зотов, наш староста, он был барабанщиком в известной группе «Зодчи», где Сюткина лоза были солистами. И я ему говорю, ну, так, разговор зашел, я говорю, слушай, а я вот петь начал. О, у меня же дома студия, приезжай. Я начал к нему приезжать, мы начали какие-то песни записывать, понятно так. Летний дождь, летний дождь, да? Потом, я помню, он написал песню, Леша, ну, про мою любовь. Я пригласил свою девушку, значит, как бы спел, думаю, а она тогда же внимания не обратила. А мама что сказала? Мама что не сказала? Мама, маме, ну, нравилось, что я как-то развиваюсь и думаю. Потом, я помню, сам начал писать песни. Ну и пошло, пошло, поехало. Ну, я помню, что где-то вот в юношеские годы я помимо велончели все-таки играл на гитаре и на стихи блока писал песни. Такой был. Брат у меня, кстати, писал тоже песни, хорошие, на стихи своего товарища. Такие казанские какие-то люди. В общем, главное влюбиться. Ну, похоже так. И все оно как-то запоет само по себе. А что было следующим паучком, шагом, мотивацией? Нет, мотивация это не про меня. Не про меня, а почему? Нет, нет, да, ну, это мотивация. А что-то говорят предпринимательство. Это хоцганское слово. Не мотивация должна быть. Ну, мошенники говорят, а не хоцгане. Не, не, не. Пахать надо, и все, какая тут мотивация. Сдвижущая сила пахать. Да. Это очень хорошо сказано, потому что на самом деле оно так и есть. Получается, у тех, кто пашет. И в этом, наверное, я бы сказала, секрет успеха нам в самом начале программы взяли и раскрыли. В чем же секрет успеха Коварова? В чем же он? Как он достиг всего этого? Вот вам только что рассказали. Как он достиг всего этого? Не мотивации, не еще что-то. Никаких стеклянных потолков я не пробивал. В зону комфорта не выходил. И другим не советовал. Вот это декомпозиция. Вот все вот эти сейчас слова. Понимаю. Модно. В общем, пахать просто. Да. Ну, вот так пахать, пахать и пахать. И очень много проектов создано. И очень много создано действительно масштабных проектов. Ну, возьмем, например, вот этот загородный проект. Замечательный. Усадьба Гребнева? Да. Ведь он же монументально сделан. Да, но это все-таки не бизнес. Это для души. Это любовь. Потому что, если бы усадьба Гребнева находилась на Тверской, то окупаемость была бы лет 100. А поскольку она находится все-таки 28 километров от Москвы, то там окупаемости... Ну, на Тверской можно сделать офисы, там, квартиры, магазины, если бы в первой линии Тверской. А у Садьбы Гребнева можно будет сделать там музей. Например, выставочные залы. Туда боюсь, даже если мы сделаем платный вход, тогда вообще никто не пойдет. А если бесплатный, ну... Ну, людей будет побольше, но на этом не заработаешь. Это для души. Это любовь. Получается, у нас есть бизнес, предпринимательство, пахать и любовь. Ну, да, ну, например, Третьяков собрал коллекцию жилописи русских художников. Это что, был бизнес? Нет, конечно. Зато свет в истории у нас ставил. Это вот было, потому что он любил жилопись, любил этих художников. И вот он собирал эти картины, он их поддерживал, помогал им. С детства, у меня когда-то спрашивали в пятом классе, говорили, Ольга, что ты хочешь? Какая у тебя мечта? Какая у тебя мечта? Я с пятого класса отвечаю, оставить себя в истории. Вот такая мечта. А была ли у вас такая мечта? Я думаю, что нет. Но ведь Гребнева сейчас в последней истории. Ну, вот у меня сейчас, да. Восстановить Гребнева, спасти Россию, и стать многодетным папой, наверное, лучше. Ну, принц, вы все это уже делаете. Да, ну, для этого нужно еще много времени. Вы, кроме того, что вы занимаетесь восстановлением Гребнева, кроме остальных проектов, вы же сейчас создаете общество предпринимателей в помощь и молодым, и молодым, талантливым, и ищущим, тем, кто хочет воплотить свою идею или масштабировать свое дело. Что вас движет в этом? Что вам хочется сделать для предпринимателей? Почему вы за это взялись? Ну, вообще, общероссийские движения предпринимателей, их уже там полтора года как зарегистрировано официально на Мьюсте. Работают регулярно, проходят съезды, встречи с предпринимателями. Не, ну, мне просто жалко тех ребят, которые идут к этим инфо-цыганам, теряют деньги, квартиры, семьи, жизни. А что хочется им передать? Чтобы они не шли по циганам? Ну, первое, надо, чтобы те ребята, которых нету таланта предпринимателей, понимали, ну, это же не все могут быть заниматься бизнесом, это ясно, чтобы не было, заплатите мне миллионы, вы будете миллионерами. Просто понимали, что путь предпринимателя это тяжелый, трудный, сложный путь, даже иногда опасный. И если вы без этого не можете, да, и у вас есть талант, то занимайтесь. А я в большей степени отговариваю. Говорю, ну, зачем вам это надо, ребята? Ни выходных, ни отпусков, спать по 3-4 часа в сутки. Зачем вам это нужно? То есть, если вы без этого не можете, это первое, если вы без этого не можете. То есть, а что, хочется что-то воплотить, что-то сделать? Я, как говорил, я помню, первый солист группы Пилигрим, это 75-й год, не умеешь петь, не пей. Ну, вот я примерно, можешь не петь, не пой. Можешь не петь, не пой. Вот если ты без этого не можешь, то, конечно, тогда, тогда пой. Точно так же и бизнес. И главный вопрос, а как понять, а в чай есть талант или нет? Надо же попробовать. Ну, без кредитов, без взятых в долг денег, там, с маленького, потихонечку, понемножку начать. Может быть, даже не увольняясь с основной работы, все в жизни бывает. Не понравится, что-то, да? Что нужно? Такой интересный вопрос. Это понятно. Если ты не можешь, то делай. Если ты не можешь не делать, то делай. А если у тебя есть талант, что значит талант предпринимательства? То же самое, что талант у художника, у скрипача, у скульптора, точно так же. Талант человек может придумывать. Идеи бизнеса. И вы их воплощает в жизнь. Талант зарабатывает деньги. А, то есть, все-таки главный... Как понять, есть талант или нет, зарабатываешь это денег? Надо попробовать. Так результат измеряется зарабатыванием денег или чем-то другим? И, конечно, успех предпринимателя определяется количеством честно заработанных им денег. То есть, получается, у нас два критерия. Первое. Будь предпринимателем, если ты не можешь быть никем другим, можешь быть только предпринимателем. Хочется тебе. А второе, если у тебя получается заработать честно денег на своей предпринимательской деятельности. Да. Правильно? Да. Нет, потому что, может быть, там есть мошенники, но они не предприниматели. Во-вторых, можно заработать денег, кинув своего партнера. Но это нечестно заработанные деньги. Такие результаты мы не засчитываем. А этого товарища кюрьму. А какие хочется направления бизнеса, направления деятельности развить сейчас у тех, кто к вам приходит, рассказывает. Мы недавно были у вас в Бребнио и наблюдали за тем, как предприниматели из разных уголков нашей страны собрались в одном месте у вас на полянке в Бребнио и рассказывали свои идеи, свои желания, стремления, тенденции. И каждый, каждый, каждый из них получил совет, ответ, рекомендацию, знакомство. И вот вы уже, видимо, услышали о себе. Это бесплатно. Кстати говоря, и все это бесплатно. И лично вы это делали, сидя на сцене, либо знакомили, либо давали совет, либо указывали, куда обратиться, либо просили в письменном виде прислать, чтобы оказать помощь. Меня это на самом деле правда удивило. искреннее желание и стремление взрастить, помочь, дать этому удобрение, что ли? Ну, смотрите, я вот такое проповедение предпринимательства. Я считаю, что Россию не просто спасти, а выменить число передовых стран стран мира может создание условий для ведения бизнеса. Сказали удобрение, вот травка растет, а на нее асфальт, бетон, асфальт, арматура, бетон. Как травки расти-то? Надо вот это все убрать, создать условия для ведения бизнеса. Действительно, водичкой полить, удобрение, солнышко, и вот зарастет, и начнет расти травка. И главное, конечно, для бизнеса даже не столько помощи, чтобы не мешали. Но у начинающих предпринимателей, конечно, у них возникают вопросы. Нам-то было, конечно, труднее, но у кого я мог спросить совет по бизнесу в 79-м году или в 87-м, когда открылись первые кооперативы. У меня были товарищи, руководители предприятий, если там у меня возникал вопрос, а как производственный отдел лучше работать? у тебя шел там у них спрашивал. Да, но каких-то советов по бизнесу они, конечно, не дать не могли, потому что они никогда не занимались бизнесом. как этот совет по бизнесу во-первых, взять сейчас в нынешних реалиях, а во-вторых, не потерять это стремление в очередной раз подняться после того, как одна гипотеза не сработала, вторая, третья. Если вы не можете подняться, бизнес не ваш. Значит, просто если вы упали, а подняться не можете, значит, идите в найм. Работайте сотрудникам, курьером там. Значит, это не ваше. Самые стойкие предприниматели это российские. Чего? Потому что мы из кризиса в кризис. У нас то налогами душат, то кредитами непомерными, то проверки. Вот вроде проверки запретили, теперь у нас обследование. Обследование запретят, будут у нас теперь осмотры. Знаешь, они всегда что-то придумают. Закаляют нашего предпринимателя. Может, круче нас, только, если не знаю, северокорейский предприниматель. Потому что совсем ужас для бизнеса. Какие из идей, которые вам приносили, показались наиболее вам интересными? Я не прошу сейчас разглашать идеи. Я прошу указать тенденции, что ли? Потому что я думаю, что у вас есть вот это чутье тренда, волны, тенденции. На что хотелось бы направить фокус внимания? Да нет, для каждого времени, я когда занимался мебелью, это был жуткий дефицит. Когда я занялся коммерческой недвижимостью, это тоже был дефицит. У меня очередь арендаторов стояла, был экономический подъем, а сейчас чем вы не займетесь, это все огромный риск прогореть. Может, если вы сборку тепловизоров наладите, антидроновых ружей, или дронов, или бронежилетов, что-то вы можете на этом заработать. Сейчас даже совет потяжело давать, но такой общий работайте для небогатых людей, что как бы ни была плохая экономическая ситуация. Людям нужно что-то есть, нужна одежда, нужно на машине ездить, новые машины дорогие, значит, надо ремонтировать, детям нужны развлечения, вот это должно быть все недорогое, и так, в меру качественно, тогда у вас что-то получится. Недорогое, в меру качественное. потому что дешевое не может быть супер качественное. Не может быть мерседеса по цене запорожца. Это да. А приходят к вам такие предприниматели, сейчас есть пласт, которые говорят, вот я и это могу, это пробовал, это пробовал, и салоны красоты открывали мы, и магазины, вот не знаю, где найти свою нишу, где моя ниша, подскажите мне. Да нет, все, это он сам должен, чем ему нравится заниматься, и в чем он разбирается. Вот это его ниша. Что любишь, и в чем разбираешься. Здесь просто гениальные ответы собираем в копилку. Чем любишь заниматься, и что тебе, и в чем разбираешься. В чем разбираешься. Например, человек всегда модно одевался, всегда садил там. Вот это вышло в моду, он себе покупает, это вышло из моды, я там это отдаю. Займись одеждой. Если у тебя еще талант есть дизайнера-художника, давай свою линейку отшивать. Если нет, закупай в Китае вещи, опережая чуть-чуть моду. Это на западе. Вы знаете, как в свое время помнили, клеши, брюки клеши, все в клешах надели. Какие-то там лампочки, гирлянды там. На западе уже давно вышло, а у нас еще только вообще. Пришло. Понимаешь? То есть у нас всегда как бы с отставанием. И тот, кто там подсмотрел, или например вот кофейни, поехал Саша Колобов в Америку, о, слушай, а там старбаксы, кофейни, а у нас не было. Открыл шоколадницу. Кстати, ничего плохого нету подсмотреть на западе, что это у нас применить. Поэтому я говорю, английский надо знать, чтобы сейчас особо не поездишь, чтобы на обоязычные сайты через VPN заходить и смотреть, а что там популярно, что модно. И такое же придумывать и здесь. Ничего там плохого нет. нету. Пожалуйста, лайфхак, как определить тенденции, что сейчас можно, какую нишу занять, где тот самый дюфицит, как говорится. Заходите на англоязычные сайты и смотрите, что там находится и при этом понимаете, что вы хорошо делаете и в чем вы разбираетесь, что вам нравится делать и вы знаете, как это делать. вот вам секрет успеха. Вот прям формула успеха. Ну и главное пахать. Пахать и пахать. Правильно? Да. А чтобы оставить во всем этом, то есть есть же предприниматели, которые хотят оставить как миссию вклад в страну, в развитие, в сферу какую-то, что бы вы им посоветовали? Потому что очень часто оступаясь, не расстраиваются, очень часто их преграды несколько сбивают с пути. Вот как им продолжить вести свою линию? Ну, миссия это одна история, а проблема, с которой мы столкнулись, это другая история. Ну и как не разочароваться в своей миссии и справиться с проблемой? Ну, я думаю, что предприниматели вот эти вот, знаешь, миссии, это все высокие слова. Еще раз, надо пахать. Значит, без отдыха, без выходных, работать, искать там. Нету продаж, значит, надо настучаться во все двери. А я говорю, еще раз, если я опустил руки, ты не предприниматель, все это не твое. появился сейчас такой термин ресурсирование, я в ресурсе, я не в ресурсе, энергия, зарядиться энергией. Нет, это опять инфо-цыганщина. Инфо-цыганщина. Зарядиться энергией, я усмотрю, вдохновение. Какой энергии? Мне нужно набраться сил энергии, в чем ты черпаешь силы энергии? Я думаю, в Блиновской будет в основном заряжать энергией, пока вы не разоритесь окончательно. А что делать, кроме того, что пахать и пахать и пахать? Нет, надо много думать. Чем сложнее ситуация, тем больше надо думать. Хорошо? И на самом деле, я с школьником советую, студентам, не бездумно гулять по улицам, а смотреть. Почему вот в этой кофейне есть люди, в этой нету? Почему в магазине вот это продается, на кассе, посмотришь, вот это покупают, а это не покупают. Почему? Почему, да? Почему одни сайты там посещаем, а другие нет? Почему эта реклама работает, а это не работает? Ну, просто все время постоянно надо анализировать, что происходит. аналитика, самая главная аналитика. А какой надеть, ну, как фильтр, очки, чтобы на все это посмотреть? Ведь не каждый это может видеть, и нужно определенную мысль держать в голове, или смотреть на определенные вещи, обращать внимание. Вот как надеть этот фильтр, эти очки, чтобы замечать и приносить себя. прихожу, помню, был в Лондоне еще во времена, когда можно было ездить в Лондон, прихожу на рынок, фух, смотрю, слушай, а у нас рынки, ну, овощи, мясо, рыба там, да, а тут смотрю, кофе продают, о, еду продают, о, тут какие-то устрицы, а, вот здесь шампанское, там, вино там, да, все так удивился, ну, странно, но обратил внимание, негде поставить, нету ни столов, ни стульев, потом у нас открылся Даниловский рынок, уже в таком модном варианте, то есть, он работал раньше, открылся, фудкорты появились, и тоже обратил внимание, слушай, а вот люди приходят, и там больше 20 минут делать нечего, я даже при колоссе вот хожу там, у них там стейк, стейки, я говорю, вот мне стейк, пожалуйста, красное вино, пожалуйста, у нас нет вина, на рынке запрещена торговая работа будет, и думаю, ну, какой человек купит стейк, не запьет его вино, а нет вина, что с ним делать, с стейком, если ты его возьмешь домой, ну, какой смысл, и потом думаю, слушай, а люди очень мало времени проводят, а я тогда как раз думал, по солнышкам открыть фудкорты, у нас открылась, мебельный центр там начал умирать, открылась станция МЦК, и прям там 20 тысяч человек от станции к метро через нас, я думаю, слушай, а если концертный зал поставить, зона посадки это прям зрительный зал, я сделал совмещенный с фудкортом концертный зал, такого, я первый в мире такой придумал, потом уже у нас все начали тиражировать, на всех новых фудкортов всегда был концертный зал, но я придумал первый, совместил, как казалось бы, несовместимый. Вот вам об алгоритме поиска трендов, тенденций, ниши, миссии, того, что будет успешным, и как попасть в дюфицит, про который мы сейчас говорили. Вот вам живой пример, рецепт и алгоритм, вы только что его получили и услышали. Используйтесь, пользуйтесь. А какая у вас была миссия, желание, стремление? А почему вы всех предпринимателей объединили? Ну, не всех, конечно. Ну, Часть, малую часть. Подмосковье. Пока малую часть. Ну, хотите же, как можно больше, если следует платформа, сейчас можно утрен объединяться? Чтобы все, сколько в России, ну, 14 миллионов. Да. Понимаете? Я хочу, чтобы все объединились. Зачем? Для того, чтобы побудить наше правительство начать реформы. Какие? Пока у нас 400 тысяч, реформы не начнутся. реформы, ну, простые. Во-первых, нужно поднять престиж предпринимательства. 60% населения нас ненавидит, мечтает все отобрать. Программы на центральном телевидении вы мало найдете в профиль предпринимательстве. Раз. Во-вторых, резкое снижение налогов. Ставок по кредитам, у меня целая мощная налоговая реформа проработана. ликвидация контролирующих органов, за исключением кто занимается атомными электростанциями, высоковыкными подстанциями, детским питанием. Видите, у нас яркий приметр сидр, 46 человек погибли. Несмотря на то, что ГИГАИС, честный знак, еще новая система регистрации пивных заводов была обведена. Три системы, мошенники, абсолютно преступники, безнаказанно убили людей, а честному предпринимателю ужас, работать невозможно. Работать невозможно. И вот там у меня много-много-много пунктов, больше 50 в программе. Какие-то более проработанные, какие-то менее. Но программа должна комплексно, одномоментно делать. Нельзя что-то вырвать из нее. Кстати, насчет налоговой реформы хороший пример. Сергей Миронов, член Совета Общероссийского Движения предпринимателей, известный ресторатор, три года ходил по высоким кабинетам и пробил идею отменить НДС для ресторанов и снизить соц.трах с 30 до 15%. В два раза за год выросли объемы ресторанов, в два раза. В два раза вырос фонд заработной платы, это, извините, темпы роста ВВП 100%. Не минус 2, как сейчас у нас, плюс 2, статистическое погрешное. И плюс самое интересное, что два с половиной раза, на два с половиной миллиарда собрали больше налогов. Парадокс. Налоги снизили, а в результате их собрали больше. И казалось бы, сейчас наше правительство в полном составе должно бежать президента на перегонки, кто первый, кричать, Владимир Владимирович, снижаем налоги, отменяем НДС, чтобы весь бизнес рос темпами 100%. Не бегут. Почему? Не знаю. И поэтому, когда в 14 миллионов вступят, конечно, они, а конечно, они даже не просто не попросят, а потребуют. То есть это будет вес уже. Да. Сейчас вот несколько предпринимательских объединений, они раздроблены, на встречах с президентом просто отнимают его время. Вот все выступления, Владимир Владимирович, спасибо, все хорошо, ничего менять не надо. Ну и все, а зачем тогда менять, если предприниматель говорят, ничего менять не надо. Вот я бы на встрече с президентом честно сказал, обрисовал ситуацию, и что нужно делать. Я уверен, президент бы меня услышал. И сейчас по факту собирается электорат, то есть по сути это пальцы собираются в кулак, для того, чтобы иметь просто вес, силу, для того, чтобы заявить о том, каким образом помочь предпринимателю, предпринимательству вообще в России, как его возрастить и дать возможность быть, жить и... Да нам просто не мешать. Просто не мешайте, мы все сделаем сами. История помнит, много героев, чьи долгие жизни вставили вслед. Вот так вот, просто не мешать. Как объединиться предпринимателям в вашей программе? Что нужно для этого сделать? Надо вступить в члены общероссийского движения предпринимателей, и начал изучить, конечно, манифест, программу, сайт oodp.rf или oodp.ru или в гугле просто общероссийского режима предпринимателя. Значит, мы буквально через неделю запускаем в тестовом режиме первую часть экосистемы бизнес-сила, социальная сеть. В разработке уже вторая часть, и третья, и четвертая это marketplace B2B с безопасной системой сделок, система коллективных закупок, карты, скидочные системы, там много чего задумано. Значит, все это в разработке. А будет ли какая-то система обучающая? Сейчас все пошли в маркетплейсы оформлять карточки, продавать, закупать и так далее. Это инфо-цыгане. Бизнесу научиться нельзя. Точка. Все, кто учат бизнесу, это инфо-цыгане. Мошенники, из которых, как сказал их основатель Парабеллу, просто вытащить все деньги. Цели научить нету. Заставить отдать все деньги, заставить взять кредиты отдать деньги, заставить продать квартиры отдать деньги. Вот притча придумал сам, в отличие от Игоря Рыбакова, который ворует из интернета и читает про телесу-флёру. В одном царстве королевстве жили звери в лесу. Утром просыпается, везде с доставленными билбордами. Я, Аясша Буддинов, Лайк-центр, научу вас летать за 500 рублей. Побежали, туда обезьянки, лисички, черепашки поползли. А там кредиты прямо оформляют, все на месте. А за 500 рублей учат, как шевелить лапами и крутить хвостом. А за 5000 рублей отдельная программа, как хлопать ресницами и летать. Вот их Раяц Шабудина выучил, подводит пропасть и говорит, а теперь летите. И вот посыпались пропасть черепашки, обезьянки, мишки, коала. А туда еще устроился молодой, но глупый орел учиться летать. И вот он летит, падает пропасть, вспоминая, как хлопать рестицами, как крутить хвостом, а сверху летит папа. Старый мудрый орел такой, как я, говорит, сынок, забудь эту херню, просто лети. Если у вас есть талант, вам учиться не надо. Все, что надо, вы найдете сами. Благо, сейчас интернет есть, не надо, под библиотеком ходить. А если вы, извините, черепаха, зачем вам тратить деньги на обучение летать? Вы все равно не плетите. Притча очень жизненная, но у меня так мурашки проскочили. Значит, все в точку. Летите, просто летите. Не надо учиться хлопать ресницами, крутить хвостом и так далее. Ну, реально, вот 87-й год, закон о кооперации вышел. Никаких бизнес-тренеров, курсов, ничего нет. Ничего нет. Люди пошли и начали заниматься бизнесом. Все. А что такое заниматься бизнесом? Что делать? Есть разные трактовки этому определению, по-разному говорят. Что такое заниматься бизнесом? бизнесом? Что такое? Видов там, миллион видов. Кто-то производит какую-то продукцию, какой-то товар. Кто-то покупает эту продукцию, это раньше спекулянты называли. Покупает, ну, например, на стадоводе, продает через маркетплейс. Это тоже бизнес. Это тоже бизнес. Пользу обществу предносить или денег заработать? Заработать денег. Заработал деньги, вот, часть принести пользу. Вот, например, Сергей Галецкий построил шикарный парк. Я восстанавливал усадьбу гребну. Вход в усадьбу архангельской платный, а у меня бесплатный. Была помойка, а теперь красота. И люди, конечно, говорят спасибо. Это для людей. Кто-то там, как, например, Владиславкин Тетюхин построил потрясающую больницу. Или вспомнил царских предпринимателей в царское время, которые музеи открывали, странно приниманные дома, помогали бедному. Вот сейчас многие предприниматели помогают нашим ребятам на фронте. Заработал денег, пользу принеси. Вот что такое делать бизнес и предпринимательство. Знаете, называют социальное предпринимательство вроде как ты работаешь в убыток. Неправильно. Заработал денег и вот можешь подрать на боготворитель. Как ты хочешь. Что хочется сделать вам с гребнем? Чтобы это осталось достоянием? Или создать все это? Какое желание? Нет, во-первых, нужно завершить реставрацию вот этого исторического комплекса. На это уйдет еще года три. А почему? Зачем вам это нужно? Это мой крест. Мне Господь поручил восстановить усадьбу Гребнева. Потрясающее историческое место. И я это сделаю. Там нужно построить Москвы. Сейчас строится набережная два километра. В следующем году еще год. Там будут парки развлечений, исторические, неисторические. Будет много всяких интересных вещей, музеев, выставочных залов, театров, фестивалей. Я хочу, чтобы это было одно из самых посещаемых мест в нашей стране. Самый большой музей доспехов, большой музей картин. Мы договорились уже с Эрмитажем. Будет значительная часть собрания князя Дмитрия Голицына, она в основном запасника Эрмитажа. Они, когда у нас будут условия охраны, вентиляции, соответственно, температурный режим, они нам это передадут. Это, по сути, как говорится, то, что я оставлю после себя? Да, это именно так. Но человек в каком-то этапе уже начинает понимать, а что действительно останется после меня? После меня останется усадьба Гребная. Что можно порекомендовать, совет на этих замечательных словах? После меня останется усадьба Гребная. Чтобы молодые предприниматели мыслили подобным образом, чтобы захотелось оставить после себя? Ну, это все-таки приходит не сразу, это все-таки с возрастом приходит. Главное это работать честно, чтобы потом не смотреть краснее в глаза своих детям. Вот дети про партнегина и Шабуддина. Вырастут у них дети, как прочитают про папу. Папа же, ужас! Как тебе не стыдно? Ну, что он будет говорить своим детям? Что? Я даже не знаю, что. Хотя, может быть, дети, вот я смотрел тут у Лерчиков, маленькие дети, клип там, летают доллары, рост ростят, там это. Может, дети такими же мошенниками вырастут. А что Вы скажете про все эти истории с блогерством и уплатой налогов? Мы уже говорили о налогах, о инфо-цыганстве. Если совместить две эти темы, то что Вы скажете недавно нашумевшие истории? К блогерам нет претензий. Отрекламировал платья, браслеты, получил деньги, заплати налоги, что там 6% оборота. Все, и живи спокойно. Претензии к мошенникам, инфо-цыганам, которые типа блогеры на самом деле просто обманывают людей, да еще и при этом с преступных доходов не платят налоги. Поэтому я бы, например, пожизненное дал бы все. И тогда, когда прошло бы там 10, 15, 20 приговоров пожизненных, число желающих заниматься инфо-цыганством, резко бы упало. Вот просто резко бы. Но оно уже в принципе упало. Если раньше каждый подросток отвечал, я хочу быть блогером, сейчас поменьше. Да вы что, блогеры еще раз. Блогеры это отношение к инфо-цыганам не имеют. Нет, их все больше и больше. Огромное количество курсов, которые где инфо-цыгане учат инфо-цыган. Появились такие продюсеры, которые инфо-цыган этих выращивают. И их тоже в тюрьму. А инфо-цыгане это кто? Которые учат как летать? Как вы их определите? Инфо-цыганам или нет? Слушайте, раньше, я бы пять лет назад я бы сказал, инфо-цыган тот, кто никогда не занимался бизнесом, не учит людей бизнес. Вот. Сейчас рыбаков, он же занимался бизнесом, занимался миллиардер. Мошенник, пробу ставить некий. Значит, Блиновская учит мечтать. Она говорит, а что, я умею мечтать, вот учу других. Какие ко мне претензии? Ну вот она мечтала дом, машину. Вот какие ко мне претензии, да? А сейчас уже есть, учат лечить, ну еще ладно там врачи такие, типа там один год они поработали после института, а там есть те, которые учат лечить рак при становении руки. Это вообще страшно. и подстаток нет, к сожалению. Они очень, пока только там какие-то штучные, единичные, самых популярных приезжали. И то за неуплату налогов, а не за создание тоталитарной секты, как у Блиновской или у Бакова. Реально тоталитарная секта. Ну так что делать начинающим, молодым, не молодым, желающим реализовать, вот тем самым которых учат летать, чтобы они не пришли в это инфо-цыганского и все-таки пахали, пахали, пахали. Что делать? Полностью запретить все курсы. Все до одного. Все курсы до одного. Да, какие-то есть полезные, Аркадий Новиков учат готовить пиццу, или какая-то женщина учит вышивать. Ну это одна миллионная доля процента. Запретить все. А спросят, где учиться? Хотите учиться вышивать? Идите в колледж. Хотите учиться готовить? Идите в пищевой институт. Вас научат пищевой колледж. То есть оставить образование там нормальное обычное образование. Оно есть. Зачем их запрещать? Там нормально, там, извините, ректор не будет втюхивать мошеннические франшизы, или выбивать инвестиции из своих студентов, или давать им консультации за 50 миллионов рублей, как АЯС, Шабудинов делали. Этого нету. Нормально. В институтах. Хотя у МФТИ стал, у нас был один инфо-цыганский синергия, помните, который привез на Робинце. Теперь МФТИ организовался какой-то левый факультет Игоря Рыбакова. Ну, у ректора, наверное, мозгов нет. Ректор, безмозглый ректор, наверное, МФТИ. Вот он пустил к себе мошенника инфо-цыгана разводить лохов. А что, если многие сейчас стали делать свои курсы? Вот умеет шоколад варить дома? Делает курсы. Умеет вышивать? Делает курсы. Нет, ты шоколад вари. Сделай продукт. Нет, вари шоколад. Не продавай курсы, как варить шоколад, а варить шоколад. Делом занимайся. То есть вышивай, варить шоколад. Да, у нас, представьте, все сейчас займутся, судя по тому идет тенденция, все будут продавать курсы. А так сейчас все продают курсы? Вот с одной стороны стоят одни инфо-цыгане, с другой другие, друг другу читают, по очереди меняются. Одно жилье кругом. Борис шоколад, а как масштабироваться? Создавая цех по варке шоколада? Значит, смотрите, во-первых, если вы выбрали бизнес, который может масштабироваться, то можно масштабироваться. Не каждый бизнес, разумеется. Если вы выбрали, например, дорогой ресторан, то вы сеть дорогих ресторанов вряд ли создадите. Тяжелые вещи. Выбрали условно шаурму, то сеть шаурмы или бургеров можно создать. А с масмалого, вот как Сергей Галецкий. Одну палаточку, вторую, третью, один магазинчик, второй, третий, и постепенно выросла большую сеть магнита. А если бы он сразу пришел и сказал, о, хочу сразу сеть магнит открыть, ничего бы не получилось. Хочу инвестиции привлечь, чтобы открыть сеть магнит. Ничего бы не получилось. Шаг за шагом. На первом магазинчике ошибки подкорректировали, сделали второе, еще раз подкорректировали третье, еще раз четвертое. То есть по факту предпринимательство, то, о чем мы сейчас сегодня говорим, это не учить, как быть предпринимателем, а просто делать бизнес, пахать, пахать и пахать, варить шоколадку за шоколадом, в магазин за магазином. Кстати, часто говорят, а вот есть там бизнес-школа на Западе, там Гарвард и так далее. Там готовят топ-менеджера для крупных корпораций. Не предприниматели. Управляем с тем, топ-менеджером для крупных корпораций. Это разные вещи. В чем разница? Он как предприниматель, это человек, который отвечает, рискует всем. Совершенно другой абсолютно подход. А менеджер, он в жестких рамках корпоративных инструкций работает. Все, совершенно другая задача. И возвращаясь к совету для молодых предпринимателей, начинающих или желающих таки уже дойти до того самого успешного успеха. Вот какую мысль им думать? Что им держать в голове? На что сфокусировать? С одним предложением, если мы можем сказать. Надо сейчас быть очень недоверчивым к другому одно жулье. Вы отправили свой товар, вам денег не заплатили. Вы купили товар, вам привезли, а там пустое место. То есть быть недоверчивым. Второе, быть стойким. Потому что путь российского предпринимателя из кризиса в кризис. Вот курс доллара, друзья, был 70, стал 150, потом 60, потом 50, потом 70, потом 90. я вообще не представляю, как заниматься экспортом и импортом в таких условиях. Значит, готовиться к тому, что твой абсолютно точно просчитанный бизнес-план может не сработать, потому что придет очередной кризис. Или закон примут, например, аналоги на кадастыр. И он твой бизнес просто обрушит. В общем, держать ухо востро, как говорится. А думать-то, что, ну или что иметь в ценностях, ведь мы же про свет в истории. И всегда предпринимателем руководить, ну какая-то высшая цель, наверное, какие-то, такой идеал нужно держать в фокусе внимания, чтобы он позволял тебе подняться. не может. Еще раз, просто работать честно, зарабатывать деньги. Чем больше, тем лучше. Не обманывай никого. Честно, платя налоги, даже большие. Федеральная служба у нас налоговая, самая эффективная. Не заплатите, найдут. И если ты заработал, вырос, и ты хочешь что-то оставить, помоги там сироткам, помоги там старикам, инвалидам, отправь дроны на специальную военную операцию. Знаешь, сделай парк для людей. тут много можно придумать, что можно сделать для людей, когда у тебя есть деньги. То есть, в итоге, что можно сделать для людей, когда у тебя есть деньги? Значит, нужно же хотеть, что-то сделать для людей. Да, поэтому, если исходить из высоких целей, то никакого успеха ты не добьешься. А из чего исходить? Я говорю, максимально стараться заработать, снижать издержки, повышать доходы, свои доходы увеличивать и так далее. А для чего деньги зарабатывать? Смотрите, предприниматель это человек, который зарабатывает деньги и получает от этого удовольствие. Он зарабатывает деньги и получает удовольствие. Не для того, чтобы там что-то... Это лучшее определение. Не Феррари, не Ламборджини. Настоящий предприниматель получает касси от этой шелухи. От того, что у него новая поточная линия, что у него новый красивый цех, что у него лучший там, не знаю, начальник цеха, отличный производственник работает, у него выпускает отличную продукцию. Например, там, Илон Маск может гордиться Тесла. Сейчас, правда, там, китайцы уже обгоняют его, и по качеству, там, и по соотношению цена-качество, но в какой-то моменте он же первый толкнул производство электромобилей, до него этого не было. Он сделал электромобили массовым явлением, да, поэтому он может этим гордиться. Гордость от созданного процесса и продукта в результате. Да. И полученной прибыли. Ну, я приезжаю в усадьбу древние люди и говорят, вот, Андрей Кочев, какой у вас классный ресторан. Мне приятно. Вы слушали, мы взяли ваш домик, отдохнули, идут, а у нас свадьба какая-то идет. Андрей Акадьевич, спасибо. Как вы, есть какие-то? Не, все отлично, супер, огромное вам спасибо. И в интернете мне пишут. Приятно, приятно, конечно. Спасибо вам большое за все то, что вы нам рассказали. Сегодня прозвучали удивительные рецепты, алгоритмы, действий, чтобы одно пахать, пахать и пахать, чего значит. Определение, кто такой предприниматель, что такое бизнес. Мне кажется, вот это можно уже использовать как пособие для того, чтобы понять, а предприниматель ли вы вообще в целом, а надо ли оно вам, а как к этому прийти, ну и что оставить после себя. А что бы вот вам хотелось, чтобы трансформировалось, изменилось в государстве? Мы уже касались этого вопроса, но я подытожить хочу. В России какой клад внести для того, чтобы действительно оставить тот самый след в истории не только усадьбой Гребнева, но и... Я вам скажу честно, если бы наш президент назначил меня представителем правительства, то результатом реформ были бы темпы роста ВВП в первый год 10%, прям в первый год 10%, и последующие там 5 лет процентов 15, а то и 20%. Если реформы хорошие, темпы растут. Ну, например, почему в 91-м, 93-м году были плохие реформы Гайдара и Чубаси? Потому что ВВП в два раза обрушены. Почему были хорошие 2000-е годы, когда президент пришел к власти? Потому что были 6-7% темпы роста ВВП, и значит реформы были верны. Я просто такой программы нету ни у одной партии, нету у правительства, только у меня. Это 45-летний опыт, в бизнесе, плюс работа на довольно высоких государственных должностях, это все сложилось в такой пазл. И причем каждую неделю я программу добавляю какие-то пункты новые, что-то меняю, потому что получаю отзывы, вижу сам какие-то новые, какие-то рекомендации, споры возникают, и спорах я вижу, о, нужно здесь изменить, результат споров. Я общаюсь там с нами в Глазе, в Делягин и так далее. И что-то и оттуда от них беру. Какая сейчас мечта? А я уже говорил. Да. Спасти Россию, восстановить усадьбу Гребнева, стать не газетным папой. Все просто. Все просто. Вот такие три шага, чего, наверное, и вам желаю, ну, или мама, если бы, женщина. А так, мне кажется, те самые стимулы, мотивации, чтобы пахать, 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 и пахать, да, мотивацию, и пахать. И берите, применяйте замечательные советы, рекомендации от человека, который действительно оставляет прямо вот сейчас, вот он сейчас занимается тем, что оставляет след в истории. И усадьбы, вот ее можно пощупать. И организация предпринимателей в какое-то единое сообщество и желанием преобразовать и сделать вообще предпринимательство в России лучше и успешнее. Мыслите масштабно и оставляйте след в истории. Спасибо. История помнит много героев, в чьи долгие жизни ставили след.